Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы после выходных на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, прогнозировать возможное поведение финансовых активов, да и вообще, в принципе, вместе следить за рынками. Я традиционно призываю вас, друзья, делиться своим видением рынка в комментариях на нашем канале на YouTube, потому что одна голова хорошо, а несколько гораздо лучше. Через, опять же, эти мнения мы, в конце концов, можем выйти на золотую середину и понимание того, что реально происходит на площадках. Что ж, давайте по ключевым финансовым активам. Начнем мы с рынка черного золота. Brent ситуация, в принципе, почти не изменилась с времени последних торговых сессий, то есть и в четверг, и в пятницу мы констатировали котировки Brent в районе 64 долларов за баррель. Сейчас ситуация точно такая же. Но, скажем так, друзья, в отличие от последних торговых сессий прошлой недели, сегодня я созрел на активность и открытие, готовность открыть конкретную торговую позицию. Как вы понимаете, с учетом того фона, который сложился, и тех комментариев, которые я ранее делал, я нефтянку рассматриваю сейчас на фоне геополитических рисков только с точки зрения покупок. Поэтому, если вас интересует тоже точка входа, и именно та, которую я буду использовать, то это уровень байстоп, точнее, это сделка-отложка байстоп с уровня 64.10. Сейчас цены находятся на отметке 63.89, повторюсь. Что мы обсуждаем сейчас? Безусловно, это события, которые имели место быть еще неделю назад. Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Сауди Арамка, в результате чего производство нефти в Саудовской Аравии сократилось вдвое. Это в моменте вызвало взрыв именно котировок. Бурная обычая динамика, рост больше, чем на 10%. И мы практически добрались до 70 долларов за баррель в рамках всей прошлой недели. Но потом последовали комментарии от той же самой Саудовской Аравии о том, что нефтяная инфраструктура будет очень быстро восстановлена, то есть на ликвидацию всех последствий. И восстановление уровня добычи в 9,8 миллиона баррель. На это понадобится около трех недель, рынки успокоились. Я призывал вас, друзья, немного поразмыслить на этой теме, признать факт крайней уязвимости сейчас нефтяной инфраструктуры. Сауди Арамка перед предстоящим IPO. А тут уже думайте сами, что может последовать дальше, если Саудовская Аравия крайне заинтересована выйти на публичное размещение акций при высоких ценах на нефть. Ну и не забывайте, друзья, то, что мы по-прежнему следим за развитием событий относительно того, кто же виноват и как за это ответят. Я думаю, вы помните, что пока свет клином сошелся именно на Иране. В частности, об этом заявляла и Саудовская Аравия, что у них есть доказательства этого. Эта позиция очень нравится Соединенным Штатам Америки. И, в принципе, на прошлой неделе, в пятницу, Трамп позволил себе сделать комментарий о том, что новые санкции против Ирана, безусловно, это вопрос самого ближайшего времени, я думаю, ближайших недель. И Штаты в данный момент прорабатывают различные сценарии того, как вести себя в отношении Тегерана, в том числе и даже военную развязку тоже, как один из сценариев дальнейших действий. Это также рассматривается. Ну и что еще хочется отметить по котировкам черного золота? Саудовская Аравия в конце прошлой недели начала военную операцию в Йемене и заручилась фактически поддержкой союзных войск США. Друзья, это ближневосточный новостной фон, это военные компании и традиционный катализатор для котировок нефти. Я думаю, что нужно быть очень рискованным трейдером, если на фоне таких вот событий сейчас отрывать короткие позиции. Я себя к таким не отношу и, разумеется, повторяю, что мой подход к рынку нефти сейчас предполагает только лишь покупку и отыгрывание вот этого новостного фона. Доллар иена 107.72. На текущий момент мы держим короткие позиции, даже несмотря на то, что ФРС вроде бы как и не дал нам четких сигналов на прошлой неделе о том, как изменится процентная ставка до конца этого года. Но я повторяюсь, у нас есть еще один козырь, это риторика Трампа и очередные, скажем, жесткие высказывания в адресе Джерома Паула и американского регулятора. Они снова могут быть восприняты рынком как убедительный довод на последующих заседаниях американской Федеральной резервной системы с точки зрения вопроса принятия решения о снижении ставки. Я думаю, что Джером Паула, наверное, недооценивает сейчас довольно жесткую позицию Трампа и критику, которая может обрушиться на американский регулятор. Мы продолжим следить за статистикой, друзья. Также я напоминаю, что в этой валютной паре, в этом дуэте финансовых активов мы можем работать как с новостным фоном, связанным с ожиданием смягчения монетарной политики в США. Если эта тема кажется вам неинтересной и там не все однозначно и понятно, тогда, пожалуйста, иена, ее защитные свойства и на фоне того, что сейчас происходит в мировой экономике, это прекрасный кандидат на то, что нужно покупать этот актив. Это, опять же, полностью упирается в идею того, почему мы рассматриваем пару доллар-иена с точки зрения продаж. Все еще следят за событиями вокруг отношений США и Китая. В частности, не знаю, как можно расценивать комментарии Трампа, опять же, вместе с теми заявлениями, которые он сделал в отношении Ирана, касательно уже непростых отношений с Китаем. В частности, Китай проглотил тариф. Это дословный перевод. Вот Трамп отметил, что он не стремится достигнуть соглашения, лишь бы поддержать определенного рода настроение среди своего электората. Еще важный момент. Тоже Трамп считает, что уступок со стороны Китая в отношении закупок сельхозпродукции США недостаточно, чтобы штаты все-таки родили именно за ту сделку, которую хотят видеть в Поднебесной. Я думаю, что между строк это, опять же, подготовка нас к тому, что в октябре мы с вами вернемся к прежней эскалации напряженности в этом вопросе, что станет для нас еще дополнительной пищей. Друзья, почему мы будем покупать иену и, соответственно, продавать пару доллар-иены. Также по сделкам предлагаю селстопа с уровня 107.50. Опять же, есть высокая вероятность того, что на этой неделе мы окажемся ниже. И по другим финансовым активам давайте крупными мазками, потому что, в принципе, ситуация особо не изменилась. Евро против доллара 1.10.20. Сегодня куча статистики по индексам производственной активности крупнейших европейских стран и в целом еврозоны. Если мы сегодня увидим слабые цифры, вероятность 99 этого такого сценария. Но евро не отреагирует слабостью, то завтра я уже предлагаю вам сделку, друзья, покупки евро-доллара. Фунт против доллара. Ничего не меняется. Мы чуть ниже отметки 1.25. Сойдем с событиями вокруг Брекзита. Ждем негатива. Ну, в частности, я жду негатива, потому что в моем арсенале фунт доллара – это сделка продажи британца. Доллар канадец 1.3273. Нам был нужен еще один сигнал и довод для Банка Канады в пользу смягчения монетарной политики. Это слабости потребительского сектора. И этот сигнал мы с вами получили в пятницу, когда вышли слабые данные по уроничным продажам. 0.4%. Скромный рост. Время, как прогноз, был на отметке 0.6%. За день до этого снизилась инфляция. Поэтому мы, друзья, через месяц ждем, что Банк Канады также снизит процентную ставку. Поэтому идеи покупки доллара канадца сохраняются с целью на отметке 1.35. Австралийство против доллара 0.6775 сейчас котировки. Ждем завтра выступления Филиппа Лоу, руководителя Резервного банка Австралии. И ждем еще один четкий сигнал, намек и комментарий о том, что уже в октябре ставка будет снижена, я думаю, что не меньше, чем на 25 позитивных пунктов. По золоту 1515, как я и говорил, друзья, мы вырастим. В принципе, эта идея отработалась. Единственное, что мы пока не достигли профита, но думаю, что доберемся до планки 1550. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.